Словами мир вам, и мы готовы все внимательно вас слушать. Приветствуем вас, дорогие друзья, братья и сестры, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас очередная радиопередача, в которой Господь благословил нас, братья, собраться, чтобы здесь с Его помощью провести этот час общения друг с другом, со Словом Божиим и с вами, дорогие братья и сестры. Как уже Игорь сказал, что у нас открытый эфир, и мы с удовольствием будем принимать ваши звонки. И хотелось бы, чтобы даже порой передачи, чтобы мы строили согласно ваших вопросов или каких-то пожеланий, чтобы мы могли строить нашу беседу. Мы сегодня будем говорить, тему мы озвучим немножко после. Я попрошу брата Константина совершить молитву, и мы будем начинать нашу передачу. Отче Небесный, хвала Тебе и благодарность за Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за дарованную нам возможность собраться вместе над Словом Твоим. Благодарим Тебя, Господь, что Ты заботишься о нас, посылая нам все необходимое для жизни и жизни благочестивой. И молим и просим Твоей милости и Твоего благословения. Благослови нас и надохни Духом Твоим, чтобы та истина, которую Ты хочешь сказать к сердцам нашим и к сердцам радиослушателей, достигла цели. Чтобы она воплотилась в жизнь каждого слушателя, каждого, кто соприкасается со Словом Твоим. И прославься, и возвеличься через это. Аминь. Братья и сестры, мы еще под впечатлением недавнего праздника, День Благодарения, который в Америке отмечается. И очень этот праздник популярный. Оно, конечно, когда он изначально как бы был учрежден, этот праздник, то это был День Благодарения Богу. Так он и как бы именовался, День Благодарения Богу. Но мы уже как бы, входя вот в эту историю этого праздника и как бы поддерживая этот праздник, мы понимаем, что благодарение Богу мы возносим за тех людей, за тех правителей, которые оказывали и оказывают помощь всем тем, которые приезжают, прибывают в Америку на постоянное место жительства. И я один из тех, и вот все мы, братья, здесь находимся, которые мы Америку ничем не обогатили. Мы ничего как бы не привнесли для развития или для процветания этого государства. Но Господь полный милости и благости к нам, приехавшим через те сердца, через руки добрых людей, которые нам оказывали эту помощь. И мы вот будем сегодня рассуждать и говорить и вспоминать те моменты, когда кто-то действительно вот кому-то оказал эту существенную помощь. И мы сегодня наша передача, она так и будет как бы именоваться и называться из первого послания фессалоникийцам, из пятой главы и стих девятнадцатый. И как бы два слова здесь. Восемнадцатый. Восемнадцатый. За все благодарите. За все благодарите. Ибо воля Божия – это такова о нас, чтобы мы имели благодарное сердце, отзывчивое сердце, чтобы мы помнили добро, которое нам кто-то сделал. И мы созданы Богом во Христе Иисусе, мы созданы сами на добрые дела, чтобы мы шли и приносили плод. Пожалуйста, братья, сегодня мы вот на эту тему будем иметь рассуждение. Ну, да, это очень хороший праздник. Мне нравится очень. Я радуюсь тому, что есть время, когда приходит время, когда люди собираются вместе, собираются с семьями, чтобы благодарить Бога. Ну, самое важное, наверное, что каждый из нас за что благодарит Бога. И лично у меня я благодарен Бога. Вот, во-первых, если бы меня спросили, за что ты благодарен Богу? И первое, за что бы я сказал, что я очень благодарен Богу, я благодарю Его за Иисуса Христа, за то, что Он пришел в этот мир, за то, что Он не оставил, написано, нас блуждать во тьме. Написано, что для живущих в стране тени смертной свет воссиял. Этот свет, Он воссиял для всех народов, независимо от того, в какой стране они живут, в какой племени народные или колены, языки, или живут ли в хороших условиях, или, может быть, не очень. Но для всех воссиял свет, свет, который пришел для нас. И я, во-первых, очень благодарю Бога за то, что Он не оставил нас сиротами, как вот написано. Потому что мы, будучи, написано, врагами, по расположению к злым делам, врагами Бога. Мы не могли рассчитывать на то, что Бог когда-то пошлет к нам такое милосердие. Мы заслуживали самого плохого. Но по своей великой любви и милости Бог послал к нам Сына Своего. Я благодарю, конечно, Бога за то, что эти первые люди, которые приехали в Америку, они многие знали Бога. Они начинали многое с молитвы. Они многие законы, которые делались в Америке, они старались основывать на основе Слова Божьего. И это очень, конечно, приятно. Приятно то, что Америка много лет жила по Слову Божьему. Мне как-то приятно было, я даже когда приехал не так давно, это был 90-й год, я радовался, например, что все-таки основаны многие законы Америки. Были основаны на Слове Божьем. И тогда еще в 90-х годах это больше проявлялось. И сейчас, конечно, очень обидно, горько, что когда там страна с христианскими основами, когда президент страны сейчас объявил во всеуслышание, что Америка больше не христианская страна, это, конечно, очень больно. Это обидно, больно. Но все равно, если написано «за все благодарите», мы имеем, мы всегда находим, за что мы благодарны нашему Господу. Мне хочется вспомнить слова стихотворения. «За все благодарите». Боже, уж не ошибка ли тут какая? Когда тосканам сердце гложет, благодарить не умолкая. За все благодарите. Боже, за доброе еще понятно. Благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда обидно, когда тосканам сердце гложет. Когда глядят на нас ехидно, глазами острыми, как сверла. Искупленным твоей кровью, сказал слова-то эти просто. Исполненным к тебе любовью, благодарить очень просто. Хотелось сказать, что очень легко благодарить, когда нам хорошее делают. Когда Господь в одном псалме мы поем. Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. И пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Но вот благодарить за переживания, за скорби, за трудности чуть сложнее. Но Слово Божие говорит за все. Не только за хорошее. И за плохое, и за переживания. Потому что эти переживания, трудности, любящим Бога, они содействуют ко благу. И такой пример в подтверждении. Книга Ивова. Вторая глава. И сказала ему жена его. Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Но он сказал ей. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Ивов устами своими. Я думаю, что тогда, когда тяжело, тогда, когда трудно, и человек начинает благодарить Бога, благодарить Бога за то, что Он существует, тогда начинает Бог действовать в жизни этого человека. Да, нам кажется, иногда, как апостол Павел говорит, некоторые скорбные эпизоды нашей жизни, не понимаем, для чего они нужны. Но Господь через эти скорбные эпизоды делает свою работу, как над нами, так и над окружающими людьми. И в жизни, когда Бог касался, вот у меня была неприятная история, очень неприятная история, я начал просто благодарить Бога, благодарить Бога. Говорил так, как оно есть. Благодарю Господь за вот эту вот обеду, которая у меня сейчас есть. И просто благодарил. И Бог просто указал мне выход с этой ситуации, которая у меня была тупиковая. Поэтому, когда человек начинает благодарить Бога, Бог начинает ту непонятную ситуацию, которая возникла у нас в жизни, Он ее начинает разрешать. И указывает нам, что нужно сделать, как нужно сделать правильно. Настолько Бог заботится о своем творении, настолько Бог заботится о своих детях, что Он, даже если Он и допускает какую-то проблему, которую мы сами себе создали, потому что не Бог делает плохое, Бог не делает никогда плохого. Мы сами создаем себе какие-то проблемы. Но Бог нам дает правильное видение, как эти проблемы разрешить. Поэтому благодарить Бога нужно за все. Братья, извините меня, но я лично не согласен с этим пониманием. Как хотите. Вот смотрите. Благодарить за все. И сразу же мы говорим, вот Костя говорит, что вот у меня была плохая ситуация, я начал благодарить Бога за то, что вот она у меня была. И здесь же мы говорим, что практически от Бога не исходит ничего плохого. И получается, Господи, ну вот я Тебя благодарю, что я заболел. Господи, я благодарю Тебя, что я работу потерял. Или, например, что мой сын, например, или дочь за то, что они с дома ушли, или то, что они неверующие. Чтобы это сказать, понимаете, вот, например, о чем-то плохом. Вот, например, человек лежит больной. И вы скажете, брат, сестра, вы должны благодарить за плохое. Практически, вот если так разобраться, болезнь не от Бога. Вот Бог не создавал болезни. Бог никогда не хотел, чтобы мы болели. Понимаете? И благодарить, Господи, благодарю Тебя за болезнь. Бог говорит, это не мое. Это вообще, получается, знаете, когда мы говорим, вот лично, это мое понятие, братья, я не догматически это объясняю. Я объясняю то, что сам пережил. Я лично верю, что когда человек благодарит Бога за что-то плохое, это никогда не будет искренне. И получается, как будто бы Бог в этом месте воспитывает каких-то лицемеров. вот, значит, за все благодарите, когда тебе... И человек, ему не радостно сейчас, ему тошно от своей беды. И он должен спасибо тебе, Господи. Это как ирония звучит, как надсмешка над Богом. Знаете, я лично считаю, когда вот говорится о том, что благодарите, надо всегда помнить, что всякое даяние доброе. И дар совершенный исходит свыше от Отца света, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. И когда мы вдруг говорим, за плохое надо благодарить, все плохое, все плохое, что в нашей жизни, оно практически чаще всего не исходит от Бога, исходит от нас же самих. Вот из нас самих оно выходит. И если это, например, мы, если, например, прочитали про Иова, что Иов там не говорит, Господи, благодарю Тебя, что Ты болезнь не послал, Он не говорит нигде про это, это было бы смешно, потому что мы точно знаем, кто принес этому болезнь, просто, да, Бог допустил, у Иова были вопросы к Богу, но вы нигде не видите, что Он благодарил Бога. И знаете, вот, как бы, считая всякие вещи, когда мы действительно благодарны Богу, я согласен вот в чем. Единственное, в этих вещах, когда мы говорим, за все нужно благодарить, не ошибка или это какая, вот это, знаете, для меня, вот этот стих, я когда слушаю, я так считаю, что человек, который написал, он абсолютно далек был от истины, от веры, почему? Потому что мы можем благодарить Бога, в плохом есть что-то доброе, есть Божие в плохом, понимаете, но в плохих вещах, когда Бог дает победу, когда силы дает перенести, когда дает силы не унывать, но если, например, я болею, я говорю, Господи, благодарю Тебя, что я болею, пожалуйста, можешь еще иметь в себе болезнь, но когда ты говоришь, Господи, я благодарю Тебя, что в болезни у меня есть нечто доброе, что у меня есть, кто о мне заботится, понимаете, мы благодарим за заботу этих людей, которые вокруг меня, но благодарить просто за болезнь, я, например, считаю, что это просто кощунство, братья, это абсолютно, Бог это не призывал нас, Он не хотел, чтобы мы лицемерили и говорили, вот, все такое, вот, значит, Бог, ты, конечно, добрый, но вот эта болезнь, она, ну ладно, спасибо Тебе, Господи, вот это, вот так это звучит, знаете, когда мы благодарим Бога, вот таким образом. сказать, значит, ну, во-первых, это не мы говорим, а это говорит первое послание фессалоникийцам, написано, за все, не только за что-то, а за все. И благодарить. И я хочу сказать, что это, это ты просто идешь против Писания, Писание говорит, что любящим Бога, призванным по его взволению, все содействует Богу. Буквально все обстоятельства, и болезни, и трудности, и переживания, все, но это не слепо говорить, вот Господи, благодарю Тебя, что мой сын стал наркоманом, или ушел из дома, или еще что-то, не так. А как? А благодарю Тебя, что ты у меня есть. Ну, написал за все. И ты допустил мне в этой жизни вот это, пережить это. Эту ситуацию. Эту ситуацию пережить. Я благодарю Тебя. И я знаю, что ты со мной в этой ситуации, потому что я твое дитё, я призванным, я принадлежу Тебе. И ты допустил в моей жизни это переживание. И я благодарю Тебя за это. Не, конечно, не слепо благодарить, как ты, но благодарным Богу надо быть за все. Всегда. Написано, искушение, как приключение для вас странного, не избегайте. не старайся это. Господи, за что ты мне это дал? Господь знает, за что Он дал. И Он говорит, что дабы испытанная вера оказалась драгоценнее, хотя огнем испытываемое золото. То есть, Господь это дал мне, это в моей жизни присутствует, и я за это должен поблагодарить Бога, потому что Его дитя, потому что я Ему принадлежу, и потому что Он это послал в моей жизни, допустил. Конечно, мы сами искушаемся собственной похотью, Господь никого не искушает, но Господь снимает ограду с нас, и мы искушаемся. Для чего? Для того, чтобы еще больше принаряжать Богу, для того, чтобы еще больше понимать Его милость, быть благодарными Ему за все. Уже получается вопрос не за что, а для чего. Для чего. Аминь. Для меня это одинаково. Хоть за что, хоть для чего. Не, 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 вопрос в общем. Лично. Дело в том, что за все благодарите, написано, да, за все благодарите. Благодарить за болезнь, да, ты сказал за болезнь. Как это можно благодарить Бога за болезнь? Да вот так просто, вот просто поблагодари, и ты увидишь результат того, что ты начинаешь благодарить. Понимаешь? Здесь уже вступает не духом рассуждать, а разумом. Понимаешь? Это разумом мы не принимаем. Я тоже думал, как это можно благодарить Бога за болезнь. А потом, как болезнь меня постигла, я заболел немножко, приболел. Я начал благодарить Бога. Начал благодарить. Я говорю, Господь, я благодарю, что ты допустил эту болезнь в моей жизни. Благодарю, потому что имею более жаркое общение с тобой. Читаю слово больше, уделяю внимание больше с тобой общению. Я благодарю тебя за это. Благодарю за каждую минуту, которую я имею с тобой в общении. Начал благодарить. Я почувствовал себя совершенно здоровым человеком. Это не означает, что он лечит все, тогда, когда мы начинаем благодарить его, он будет лечить все болезни. Это не означает так. Но, когда я начал благодарить Бога, у меня за плохое начал благодарить Бога, то у меня началось... Что плохое? Ну вот, что плохое сходит от Бога? Скажи, что плохое? От Бога ничего плохого. Ну а почему ты за плохое благодаришь Бога? За то, что Бог допустил в моей жизни такое переживание. Если бы в моей жизни не было никаких переживаний, то я бы духовно не руман. Знаете, я много слышал такого, как говорят, вот, знаете, я впал в грех, и слава Богу, что вот Бог провел меня через грех. Ты знаешь что? Бог к твоему греху никакого отношения вообще не имел. Бог абсолютно святой, и никакого отношения Он к греху твоему не имеет. Он не ввел тебя в грех, Он не хотел, чтобы ты в него входил. Если человек оказывается неверным, а потом говорит, Господи, я благодарю Тебя, как сегодняшние проповедники все учат. Нужно искать благодать Божию в моем грехе, как даже говорят, это вопросы первых пуритан. Да, может быть, они где-то что-то и недопонимали, но мы абсолютно хорошо сейчас знаем Слово Божие. Мы вполне можем здраво смотреть, что никогда ничего плохого не исходит от Бога. Это никогда не нужно благодарить, если ты впал в грех, и вот, Господь, благодарю, что я был в грех, потому что теперь я оцениваю Твою благодать. Благодать можно оценить без греха. Понимаете? В благодати красоту, красоту Божьей святости, Божьей благодать ее абсолютно можно спокойно оценить, не впадая в грех, не становясь наркоманом, не становясь алкоголиком или пьяницей, а то получается он в наших церквах так. Раз вот свидетельство, скажем, я, знаете, вечером сидел и свидетельство смотрел. Одно свидетельство и там сразу много выдают разных. И я одно, второе, третье, четвертое свидетельство мы выпускаем. Вот выходит наркоман, который освободился, правда, освободился, может, две недели назад, неизвестно, или он снова туда же не пойдет. И он говорит, вот, я так благодарен Богу, что я был наркоманом, и вот теперь я ощутил благодать Божьей, и все рты открыли. Понимаете? Такого не то, что за кафедру. Его нужно держать где-то подальше, где-то в углу церкви, и только веник ему доверять, а не микрофон. Понимаете? А мы его уже продвигаем. Вот, все, герой, он освободился, надо посмотреть. Или этот наркоман через 10 лет не будет снова наркоманом валяться там. Потому что, когда человек заигрывает с грехом, когда он сам искушается собственной похотью, и попадает в эти селки дьявольские, в эти болота, которые вокруг нас, а потом где-то раз чуть-чуть покаялся, и все, а ну давай быстро свидетельство. Да нельзя даже и близко таких допускать в церковь, в церковь, к микрофону. Надо допускать тех людей, которые с детства хранили благодать Божию, хранили веру, пронесли веру отцов своих, которые хранят себя в святости, в чистоте, которые держат себя далеко от греха, которые благодарны Богу за это. А пропускать таких, что я вот был там этим бандюгой, там тем и тем, и они герои такие. Знаете, я лично не сторонник этого. Хочешь сказать, пожалуйста? И я что хотел сказать, что благодарность Богу, она не основывается на нашей человеческой праведности. даже если наркоман перестал употреблять наркотики две недели, у него уже есть за что благодарить дворца. И мы этого не понимаем, но если человек, бывший наркоманом, перестал употреблять наркотики, он чувствует, что у него есть свобода хоть какая-то, он не просто благодарит, он прыгает от благодарности, он начинает благодарить, он понимает Божью милость к нему, может быть не до конца, может быть он еще тысячу раз сорвется и тысячу раз попытается подняться. И может быть когда-нибудь Господь его полностью освободит от наркотика. Мы этого не знаем истории, но мы только знаем одно, что милость Божия, что спасение мы получаем не по нашей праведности, а по милости. И любая благодать, любая благодать от Господа, она достойна благодарности. И что еще хотел сказать, что нам по-человечески, нашими мыслями, особенно если мы как бы собственную праведность берем в жизнь, как ты говоришь, я 40 лет верующий, я хранил веру, да это не я, это Господь меня хранил. И если я оставлю, то мне очень-очень трудно быть благодарным Богу, потому что я, даже я слышу такие молитвы, которые молятся и говорят, Господи, вспомни, как я 60 лет жил пред Тобою, дай мне еще там здоровье или дай мне. На что мысливается? Ты слышал такую молитву? Аминь, слышал, от одного 80-летнего Седовласова пастора церкви, от пастора Седовласова, пастора церкви, я слышал, я просто был в шоке, что человек основывается на собственную праведность. Я что хочу сказать, что воля Божия это не наши желания, мы должны благодарить, потому что нам было плохо и мы благодарим Бога за трудности. Это воля Божия, чтобы мы были благодарными, но мы не всегда можем это делать. И даже когда говорят, ты должен поблагодарить Бога, я думаю, люди в Америку приехали, они приняли в Америке им и там фустемпы, питание, все, Америка заботится. Он говорит, ой, какая плохая страна, все плохо, и везде все плохо. Все не так, как у меня было. Вот. И действительно, это мы настоящие. Это мы. Это ропот, ропот гнева. Меня в Божий навлекает. А воля Божия, когда она приходит, когда написано, представьте тела ваши Богу в жертву, живую, святую, благую, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Когда я представляю себя Господу, когда я живу Господом, у меня такое сердце дает благодарное. Вот я скажу, я неблагодарный человек. По жизни я в любом человеке или в любом действии, во всем, вот в этой чистой воде я обязательно увижу микробы. Но когда Господь наполняет мое сердце, даже если грязная вода, даже если грязная вода, мне хочется за все благодарить. То есть это действие Божие в моей жизни, но оно не из меня исходит. И все зависит, тайно зависит о том, живу ли я Господом или собой. Если я собой живу, я буду благодарить Бога только за какие-то великие милости Его. А за мелкие тайны из которых вообще эти великие состояния, все это мелкие. Я не замечаю. Дело в том, что... А когда я пребываю в Боге, Бог настолько открывает мои глаза, я за дыхание благодарю, благодарю, что я живу, что я дышу, что я хожу, за все. Аминь. Дело в том, что прозвучала фраза, что не надо давать. Так вот, если бы мне не дали, то я бы здесь бы сейчас бы не сидел. Конечно. Я один из таких человеков, который бывший, как ты выразился, бандит и пьяница и так далее. Я не хочу говорить, перечислять, потому что стыдно говорить, каким я был. Но Бог по великой своей милости очистил меня. Христос говорит такие слова. Я пришел не для здоровых, а для больных. то есть мы, извини, мы благодарим Бога не за то, что вот я был наркоман, а теперь не наркоман. А я благодарю Бога за его силу, которую он способствовал очищению. Вот это я Богу приношу благодарность. Дорогие друзья, мы вот здесь немножко даже, как говорится, начинаем входить в спор и разногласия. Нам бы хотелось, чтобы кто-то из вас, кто слушает нас, вот это радио, это радиопередача, чтобы позвонили нам, номер телефона 429-7635, и поделитесь своим вот свидетельством, я не знаю, быть может, как Господь из какого рва или погибели извлек, как меня, так вот и каждого из нас находящегося здесь, какую Бог милость проявил, и как это проявилось в жизни, и есть ли действительно необходимость Бога благодарить за все. Мы хотели бы, чтобы вы позвонили, мы с удовольствием примем ваши звонки. Знаете, живя здесь в Америке, поделюсь немножко таким воспоминанием, тем, что в моей жизни или жизни моей семьи был случай, когда мне было предложено купить дом. Ну, заработков больших у меня не было, инкома большого, не было, истории какой-то кредитной, ну, еще не наработал, а человек, который, пусть Господь его благословит и на сегодняшний день, который заставил меня купить дом. И когда это дело совершалось, то я был на него настолько недоволен, на этого человека, что я ради того, чтобы он отцепился от меня, я уже согласился на то, чтобы купить этот дом. Настойчивый был. Настойчивый был, и слава Богу. Но когда прошло время, я тогда начал понимать и благодарить Бога за то, что за его настойчивость, что он проявил эту настойчивость, и что на сегодняшний день, я не знаю, кто мог бы заработать или как там, такое то, что вот сейчас Господь дал, где вот я нахожусь, где я живу. И вот благодаря его настойчивости, благодаря тому, что вот он как-то поспособствовал, мы купили акр выгоренный вообще, как сахара пустыня земли, с двумя покосившимися домиками, и я не знаю, это надо было найти в себе силы, за это благодарить Бога. но я тогда еще не находился, вот, чтобы действительно, искренне воздавать Богу благодарность. Ну, когда с течением времени уже начало все, как говорится, я начал видеть Божий план, Божий промысел об этом месте, где мы сейчас живем, и о нашей семье, то я говорю, что я, наверное, самый счастливый человек здесь в Америке, и самый богатый, который мне Господь подарил вот такое, то, что мы на сегодняшний день имеем. Поэтому, знаете, друзья, иногда, вот, ну, как вот Игорь говорит, как же за болезни там благодарить, как же за то благодарить, оно, если мы люди верующие и рассуждаем об этом, мы понимаем, что апостол Павел недвузначно говорит, что если мы будем есть хлеб или пить чашу недостойно, то многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ну, в украинском переводе засыпают, почему-то написано. То, если немощны и больны, ага, то, значит, есть возможность подумать не за что, Господи, а почему, для чего ты это дал, чтобы, наверное, осмыслить или обдумать вот свое или пребывание во грехе или неправильное поведение или неправильное отношение к святыне, для этого, и когда Господь видит твое сердце, что оно вот исполнено испытанием самого себя, испытываете себя, написано, испытанием себя, и потом ты доходишь уже до сознания, Господь дает, чтобы благодарить за вот этот, как Костя говорил, момент жизни, когда ты вот в болезни, а уже можешь что-то другим заняться, читать, общаться, да, иметь в разумлении, в разумлении, что ты делаешь или делал неправильно, вот, в таком-то плане, друзья, мы ждем ваших звонков, пожалуйста, звоните. Знаете, вот, я когда представляю человека, о котором вы мне говорите, что я не исполняю Писание, вот, человека, который всегда благодарит Бога, вот, какой это человек, и мы все понимаем, какой это человек, человек, который благодарит Бога, сама жизнь Божия, она наполняет его, и он никогда не остановится или не пропустит момента, чтобы действительно рассказать о том, каков Бог, понимаете, этот человек постоянно рассказывает, что его Бог, он чудесный Бог, он с утра до вечера, он с нами, он все для нас делает, мы им живем, им дышим, им, значит, им живем, и хлеб его вкушаем, и воду его пьем, как вы сейчас, братья, делаете, все его, от него и для него создано, знаете, и когда я вижу этого человека, знаете, я хочу его обнять, потому что по этому человеку видно, что он, действительно, жизнь Иисуса Христова, Иисуса Христа живет в нем самом, и он радуется этому, он не говорит за кафедрой, как нужно жить, как поступать, какие догматики правильные, неправильные, что там, харизматы плохие, вот там, все плохие, кроме нас, баптиста, вот мы только тут хорошие, или 50-ники, мы только хорошие, этот человек, ему нету время, на что-то другое, как только написано, хвалящийся, хвались Господом, или хвалящийся, хвались только тем, что разумеет, и знает меня, меня знает, знаете, вот это так приятно знать Бога, что Бог, который пасет нас, как Давид говорит, это говорил, кажется, Моисей говорил, Бог, пасущий меня, Он, всегда заботящийся мне, который всегда вел обо мне, Он знает меня, Он знает и состав наш, знает мысли наши, написано, еще нету слова на языке, нашим, Он знает его, совершенно, знаете, вчера, я разговаривал с ребятами, в рэп-центре тоже пригласили, и имели такую хорошую беседу, с ребятами, и вот, знаете, о чем мы говорили, вот, в 22-м псалме, написана вот такая строчка, не знаю, замечали вы когда-то или нет, там написано так, значит, Он покой, Господь пастырь мой, и вторая строчка, я ни в чем не буду нуждаться, я говорю, как вы считаете, ребята, вот, ну, верующий человек, он что, ни в чем не нуждается? Разве он не нуждается в том, чтобы работать, платить за билы свои, чтобы зарабатывать на хлеб, на одежду, на все, на все вокруг, разве не нуждается? Ну, нет, нуждается все верующие, все, как бы, ничем не отличаются от других, о чем же написано? И вот знаете, когда мы начали рассуждать, долго получилось рассуждение наше о чем? Что практически каждый из нас в себе имеет потребность душевную, потребность духа, эта потребность у каждого человека, она выражается, только человек, не знающий Бога, он ищет, как бы, возмещение или восполнение своих потребностей душевных, или нужд, которые внутри, внутри духовных нужд, где-то вот в разных местах, где-нибудь, но не в Боге. Одни, значит, ну, более как культурные, увлекаются музыкой, там, художеством, там, спортом, другими вещами, некоторые уклоняются, как бы, в левую сторону, идут, идут в низменные наклонности. И все это потому, что есть вот такая нужда, потребность, мы когда потеряли Бога, когда расстались с Богом, эта потребность, нужда, она стала очень, намного острая, потому, что это место оказалось в нашем, в нашем человеческом сознании, или, можно сказать, в существе, стало незаполненным. И когда человек, вот, уклоняется в это, конечно, идут, и они и наркоманами становятся, и пьяницами, и разной низменной оклонности. Вы видели когда-то блудника, счастливого, наркомана, счастливого, или еще какого-то грешника? Видели? Так, запомни, на чем ты остановился. Пожалуйста, говорите, у нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Я вас приветствую. Приветствую. Знаете чего? Я давно такую тему хотела, потому что вот эти, брат высказал, что вот те, которые устояли, они должны проповедовать, и о себе говорить правильно. Если мы устояли, то только по милости Божией. Возьмите, фарисей пришел молиться, и мытарь бил себя в грудь. Здесь много не надо говорить, сами знаете. Я немножко за себя скажу. О, меня обидели. Действительно обидели крепко. И так у меня ожесточение произошло. Я старалась, старалась. А потом, когда мне Господь во сне открыл, что лев бросился на меня, и мне Господь показал нашу праведность, как запачканная одежда. Поэтому здесь нужно очень-очень осторожно быть, потому что по милости Божией мы устояли, а внутреннее падение предшествует задолго внешнему. Нет другого выхода, как только если Господь милость свою появит, проявит для наркомана того же блудника, потому что, говорит, с рассмотрением, и блудников при Лебеде судит Бог, а не люди. Господь больше знает, почему с человеком то или другое произошло. А мы судьи с худыми мыслями, и пусть Господь нам простит за вот эти самые суждения, которые мы неправильно судим других людей. От этого у нас церковь наша в хвосте идет. Не можем любовью покрывать и любовью служить друг другу. Вот это я хотела вам сказать. Благодарим, сестричка. Спасибо вам за звонок. Спасибо. А кто-то еще позвонит. Пожалуйста, говорите. Мы будем слушать. Я хотел бы внести ясность. Это я, который сказал такие слова. И я, скорее всего, что я выразился неправильно, я извиняюсь. Потому что я не думал, не в том смысле, говорю, что человек должен хвалиться собой. Никогда. Это грех хвалиться собой. Но если Бог тебя хранил на протяжении многих лет и хранил от греха и зла, благодари Бога. Говори о Боге, какой Он великий. Говори, какой Он славный, чтобы действительно имя Его прославлялось. Ну, конечно, никогда не надо хвалиться собой. Вы правы, сестра. Я принимаю то, что вы сказали. И я верю, что Господь говорил через вас сейчас. Я хочу вспомнить, мы ехали в Сибири на машине, минус 40 температура, и если машина заглохнет, там попутки не останавливают. Они просто пролетают мимо, потому что, ну, потому что есть случаи, там, нападения и так далее. Поэтому и у нас машина что-то сломалась, остывает, холодно. Мы давай ремонтировать, то, другое. Вот, братья были. Един брат говорит, давай поблагодарим Господа. Я думаю, за что Господа благодарить? Машина сломалась, за что Его благодарить? Говорит, давай поблагодарим за то, что Он с нами, за то, что Он не оставит нас здесь. И все. Мы встали, поблагодарили. Еще немножко повозились, повозились, завелись и уехали. Вот так Господь делает. Но Господь в эту минуту остановил нас, может быть, такими обстоятельствами, чтобы мы... Может быть, уберег от какого-то... Уберег от чего-то. Но Он сохранил нас. И мы видели руку Его. И тогда, знаете, если мое сердце неблагодарное, это просто мое состояние неправильное. Да, спасибо. У нас есть еще телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, слушаем вас. Приветствую, братья. Приветствую. Знаете, я, может быть, немножко и не по теме, но хотела рассказать историю о моей дочери. Моя дочь заболела, и заболела сильно. Молодая, 23 года. Рак. Был рак. И когда это все произошло, у меня папа молитвенник был, и я позвонила, он там на Украине, мы здесь, я просила, чтобы он подключил молитвенную группу там, и здесь подключила в церквях молодежь, и по радио объявляли, чтобы молились за нее. Но папа говорит, молились долго о ней, и папа говорит, я простоял, говорит, всю ночь на коленях, и говорит, дерзнул, сказать, господи, не встану с колен, пока ты не не ответишь на мой вопрос. И говорит, когда я эти слова сказал, я, говорит, аж содрогнулся, и сам перепугался от того, что я такое сказал. И говорит мне такой ответ, умрет. Он мне, я ему звоню, он мне говорит, дочь, она умрет. Я говорю, ну как, папа, ну как, молятся же все. А я прошел, говорю, господи, для славы, оставь ее. Но она, она, собственно, была уже готова ко всему. И всегда она меня учила, мама, ты неправильно молишься, неправильно молишься. Вот только, только ей становится плохо, я еще не успела колени поставить на пол, и она говорит, мам, все. все хорошо. И опять, там, опять начинаются боли. Только становлюсь, я слышу, прям вот это дыхание, оно на мне. Настолько близок к Господь был, у меня прям аж горело все. Я вызывала только, только начинаю говорить, и Господь ее сразу раз освобождал от этих болей. И один раз она мне говорит, мам, помолись, пожалуйста, как я тебя прошу. Говорит, попроси у Бога, чтобы воля была его надо мною. Я не могу так молиться. Она говорит, мам, ну, пожалуйста, ну, ты неправильно молишься, говорит. Ну, помолись, я тебя очень прошу. Я боролась с этим долго. Долго она меня от себя просила. И в итоге я стала. Господь подготовил, конечно. Встала. И когда я произносила вот эти слова, я настолько кричала, если бы кто-то со стороны стоял рядом, сказал бы, она сумасшедшая. Вот изнутри моей вот это вышло все, Господи, да будет воля Твоя над ней. И все. Мне так стало легко, как будто осенело, осенело меня. И после этого я к ней подхожу где-то дня через два подхожу. Она уже не кушала месяц, не спала. Я подхожу к ней. Она что-то как, ну, глаза закрыла. Я к ней доченька, доченька, а она говорит, ну, я только с конференции. А я говорю, какая конференция, думаю, может, что-то уже с головой непорядок. Я говорю, какая конференция, доченька? Она говорит, мама, я была только что у Бога. Бог сказал, что меня заберет. И через, в общем, на неделе, семь дней после этих слов Господь ее заправ. Я, конечно, благодарила Бога за это, потому что я сказала, пусть будет воля твоя над ней. Господь усмотрел лучше для нее. После того, как она уже умерла, какое-то время, я стала смотреть, я нашла записную книжку, ее стала читать. А там все о небе. Настолько Господь ее уже давно уже ее подготавливал. Ее молитвы, ее желания, она сочиняла стихи сама и только о небе. Господи, а как ты вел и готовил все это. Слава Богу, Господь давал силы, и молитвенная группа одержала нас целый год. Я уже потом узнала, думаю, другие рассказывают так и так с ними. А мне легко, больно, тяжело, я до сих пор не могу, например, альбом смотреть, я начинаю, мне плохо сразу делается, и я закрываю его, я плачу. А слышу свидетельства другие, я думаю, но меня Господь так легко, Он меня прям нес на руках и помогал мне вот это все, что я перенесла. Поэтому я благодарна Господу и за это тяжелое время, которое я прошла. Слава Богу. Спасибо вам. Спасибо. Слава Богу. Да. Слава Богу. Видите, у сестры было большое и глубокое переживание. Но так как ты сказал, Игорь, что то сердце, в котором живет Бог, оно будет всегда благодарно. И мне вспоминается тот случай, тот случай, когда благодарители пришла одна сестра, одна сестра печальный случай. Почему печальный случай? Потому что результат печальный. Мы часто думаем, что то, что происходит в нашей жизни, оно, чтобы воля Божия исполнилась, это трудно. Нам трудно понять, почему именно в этом воля Божия, чтобы Бог забрал из жизни. Вот при чем то дитя, да? А вот одна сестра пришла к братьям и просит, братья, помолитесь, мой ребенок заболел, ему два годика, помолитесь, чтобы только исцелил. Братья, да будет на всю волю Господню. Она говорит, не только на исцеление. Хорошо, братья, согласились, помолились. Бог услышал эту молитву, Бог услышал эту молитву, дал жизнь этому дитю. прошло 16 лет. Через 16 лет этот сын стал бить ее, стал наркоманом унижать, издеваться над ней, над матерью. Вопрос такой, когда душу его легче было спасти? Тогда, когда он был маленьким или тогда, когда он вырос? на этом примере, какой привела сестра, сестра благодарит Бога и слава Богу. Вы знаете, когда наш шестой ребенок, девочка, была при смерти, ей было 6 месяцев, у нас вот был один такой вопрос, немой вопрос, мы как бы задавали друг другу, что это, за что это, ну почему? но при чем здесь этот ребенок? Такой прекрасной девочкой, красивенькой была. И жена моя никак не могла согласиться с тем, что дитя умрет. Но когда она нашла в себе силы сказать, Господи, как хочешь ты, да будет воля твоя. Мы не молимся об исцелении обязательном, мы не знаем, что будет младенец сей, мы не знаем ее будущего, мы ничего не знаем. И когда она так вот отпустила, у нас девочка умерла. А в этот день утром я еду в больницу, они в больнице были, еду, и такой день солнечный, а был декабрь месяц. Я так смотрю на небо, и говорю, Господи, ну почему она должна умереть вот в такой прекрасный день? Такое небо ясное, такой чистый день, почему она должна в этот день умереть? Она умерла в этот день. Конечно, вот прошли годы, наверное, больше 36 лет уже, наверное, прошло, может быть, меньше, и вот глядя на обстановку сегодняшнего дня, то мы понимаем, что для нее это был лучший исход и вариант, чтобы в Царство Божие войти безгрешной душой. Вы знаете, когда вот в семьях рождаются неполноценные дети, и первый вопрос, ну, конечно, и все вокруг, за что, почему, а никто не задаст вопрос, а почему, почему, когда у нас вот родился десятый ребенок и родился с церебральным параличем. Тут вопросов было масса всяких недопониманий, волнений, все. Прошли годы, 24 года он прожил, и когда уже мы, ну, уже дети стали взрослые, он самый маленький у нас был, и когда не каждый из них сказал, если бы Юрка не был таким, то какими бы мы были бы, а так, говорит, вокруг него мы воспитывались, мы становление наше было, мы понимали, что мы, вот, глядя на него, мы не достойны тех милости, которыми мы пользуемся, а он их не имеет, но он в таком состоянии, он был более благодарный, счастливый, нежели мы порой. Понимаете? и когда он тоже умер, тоже два года назад, то понятно было, что семья наша потеряла, как один брат на похоронах сказал, мы потеряли учителя, он учил нас. Ну, да ладно, на этой грустной ноте мы заканчивать, конечно, не будем, пожалуйста, апостол Петр в первом своем послании в первой дворе в шестом стихе пишет такие слова. Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Знаете, братья, когда читаешь эту мысль, поскорбев тут немного, то и дальше он говорит о славе Господне. Да, то что есть это скорбь временная, такая земная по сравнению с той славой, которая ожидала. Ты понимаешь, вот именно напоминается случай, когда одна сестра рассказывала, говорит, уехал муж к командировку, а надо было прибить гвоздь. И она только размахнулась и со всего размаху по пальцу. Раз! Ай, как больно! А после так мысленно вспомнила, а как же было Христу больно! И вот ее заставило те страдания, которые переносил Иисус Христос, забыть о том, что у нее болит палец. Можно прочитать 2 Коринфянам, 2 глава, как бы в заключении. Апостол Павел пишет так, «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но простившись с ними, я пошел в Македонию». И дальше. Но благодарение Богу, который всегда дает торжествовать нам во Христе Иисусе и благоухание познания себе, распространяет нами на всяком месте. То есть он вроде по обстоятельствам не имел покоя, переживания, да, и тут же он говорит, но благодарение Богу. Христианин, когда взирает на Христа, когда он во Христе торжествует, и его сердце переполняется благодарностью. Слава Богу, что у нас есть такой Христос. Да, мы уже будем заканчивать нашу передачу. Пожалуйста, Игорь, подведите итог всему, что мы слышали и сказали, и совершим молитву. Знаете, я хотел бы еще раз напомнить, что Господь благ во всякое время. Он всегда благ. Что бы ни случилось в нашей жизни, Он остается благ, то есть добр. Он не перестанет быть другим. Сестра, я очень благодарен за ваш рассказ про вашу дочь, которой 23 года. Вы замечательные родители, что воспитали такую дочь, которая в 23 года так любила Бога, что она еще и вас направила к тому, что вы сказали, да будет воля твоя. Это замечательный рассказ, который я слышал. Это очень, очень ободрило меня. Я очень рад был слышать это. Я хотел бы сегодня еще раз сказать, дорогие друзья, братья, сестры, мы переживаем многие, может быть трудности, многие проблемы в жизни, но что бы ни было, помните, что Господь, Он благ, и Он всегда достоин поклонений и хвалы. Всегда Господь достоин того, чтобы перед Ним преклонялись, чтобы о Нем говорили, чтобы про Него писали стихи и пения, чтобы Ему пели и Ему молились всегда и везде, на всяком месте, чтобы Ему воздевали руки, написано, мужи воздевали чистые руки, без гнева и сомнения, потому что Он достоин хвалы. И сегодня я хотел бы, чтобы мы все просто помолились, еще раз поблагодарили Господа, еще раз продолжили этот день благодарения и поклонились Ему, потому что Он благ. И еще хочу сказать, друзья, приближается день воскресный, когда весь народ Божий и уповающий на Господа будут вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Пожалуйста, есть еще время приготовить сердца своей души. Если кто-то еще с кем не в мире, есть возможность позвонить или поехать и примириться, попросить прощения или отпустить из сердца какую-то горечь, какую-то обиду, только ради того, что Господь Иисус себя не пощадил и отдал жертву на мучение и страдание, и Он принял эти и огорчения, и эти страдания, и эти обиды, и все Он принял на Себя ради того, чтобы нас, живущих сегодня на этой земле, чтобы привести с собой в вечность. Пусть Господь благословит нас, и мы заканчиваем передачу. Игорь, пожалуйста, помни. Благодарю Тебя, Господь, сердечно благодарю, Господь, я радуюсь тому, что Ты Господь, Ты Господь наш, Ты пастырь наш, Ты добрый друг, Ты тот, который полюбил нас прежде создания мира, который пострадал за нас и умер, и воскрес третий день. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, что сегодня мы имели эту передачу. За это свидетельство замечательное, которое мы слышали. Слава Тебе, Господь. Я поклоняюсь Тебе, Господи, и прошу, чтобы все те, которые слышали сегодня Слово, Господь, чтобы они укрепились в уповании к Тебе, чтобы они еще больше полюбили Тебя, великого, вечного, святого Бога, Господь, и чтобы мы все вместе прославили Тебя, Бога вечного, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Час за часом проходит, днями сменяются дни.